Студенты Сибирского федерального университета проверили 12 образцов. Названия торговых марок, скрытых за номерами, и результаты предварительных химических анализов юным экспертам неизвестны. Будущие товароведы должны самостоятельно определить, пригоден ли для употребления тот или иной продукт. Мы оцениваем его вкус. У хорошего сливочного масла должен быть вкус пломбира. Запах он тоже должен быть свойственным сливкам. А также, чтобы у него была соответствующая консистенция, не крошилась, и оно должно быть блестящим. Это такие основные показатели, по которым мы оцениваем. Свою оценку образцам дали и школьники, приглашенные на мероприятие. Все, что требовалось от ребят – попробовать продукт и проголосовать за наиболее понравившийся. То есть сделать свой выбор как покупателям. В это дно вообще как бы там протухшее было, я не знаю. Ну, некоторые приятные на вкус. То есть такое нежненькое, я не знаю, вкусное. А некоторые, ну, такие солененькие есть. Есть вот горькие, да. Студенты и сотрудники Центра стандартизации вместе работают впервые. Для учащихся в ВУЗа это возможность проверить полученные знания. А профессиональные эксперты, в свою очередь, смогли оценить уровень подготовки молодежи. В эпоху, скажем так, фальсификата у подрастающего поколения формируются потребительские предпочтения, ну, скажем так, не совсем правильные, да. Если они всегда ели масло сливочное с заменителями молочного жира, что такое масло сливочное из натуральных сливок, может быть, они уже и не знают. Может быть, даже их родители уже не знают. Результаты экспертной оценки и народного голосования станут известны завтра, после того, как те же образцы сливочного масла проверят эксперты Центра стандартизации и вынесут своё заключение. Сергей Сеславин, Всеволод Никитин, Андрей Крупнов. Новости.